Вы понимаете, что овощи это вообще для детей? Вот представьте себе при том. То есть вот эти 6 бутыл, 6 трехлитровых, это практически на 2 дня. На 1, да? На 120 детей, да? Да, на 1. Ну, конечно, там нормы же какие-то. У нас еще не хватает. По 27 килограмм. Мы не скажем, что это 9 бутылей по 3 килограмм. Я скажу так, вот, конечно. А это уже, извините, это уже мы растянули сегодня 4, а на завтра нечего. Хотя бы на борщ оставить вот это 2 бутылечки. Понятно. Вот, я не скажу, вот, где-то вот сейчас на Успеновке, там нам тоже нашелся благотворительный форт. Они везли нам продукты, но они вот вчера простояли там, сегодня простояли. А у нас же так, у нас же движение. Да, сегодня картошка есть, а у нас завтра дети. И так мы в последнее время, недели две, мы вообще даем только на первое картошку. Ну, картошки мы там, у ящика 4 стоит. Ну, да, вот, понимаете. То есть каждый день вы боретесь за существование, практически каждый день, да? Ну, конечно. За 20 беток, за 5 раз в 2 ночи. Ну, да, ладно, у нас, мы не договорим, группы у нас есть. Понимаете, это спасибо российским конвоям, спасибо ОНО, распределяет, мы даем заявку. Ну, но ведь крупами одиними ты не накормишь деток, понимаете, пушонкой не накормишь, рыбными. Вот сегодня готовят объектом, открывают рыбные консервы деток. Да. Да, надо же их кормить. Только на первое? То есть, реально, я бы была на оптовых складах, они там есть на оптовых складах. И картошка, и яблочки, и все в этом есть. Ну, то практически надо поехать туда, купить их. Я понимала, что... Вы знаете, просто у вас, яблочки, мы... Ну, причем, да, дрожжи, ну, кольди, спасибо, то есть, а дрожжи мы... Ну, нет, нет, сами взять кусочек сведения. Дрожжи, как-то, они, что... Ну, дрожжи, может, не нужно, не нужно, не нужно, не все равно. Да, ну, понимаете, это вы правильно говорите, каждый день, оно такое движение. Да, сегодня, да, сегодня окно на картошке, ну, я, может быть, с завтрашнего дня будет, привезу. А потом, извините, она в течение месяца, она съедается, детки. Детки же кушают, представляете, ну, они растут, они бегают. Их надо кормить. Дома они ничего такого не получат, да. Пусть это будет тушенка, там, переделали, там, чем-то сделали, как они пишут, рогой или что-то. А уляши с тушенкой. Вот так, ну... Я вровать. Сухарики детки любят. Уляши с тушенкой, это что-то, да, морковочку положить. А это же тоже все, это вот это, то, что большой демицидия. То есть, вот, фактически, Нелли Владимировна, это надо будет нам просто звонить, куда вот в следующий раз приедет, да, на утром из пакета звонить, что нужно везти. Вот из хлеба, вот из картошки, там... Нам очень помогает Юрий Дмитриевич Черков, это наша вот меценат Петровского района. Ну, вы знаете, наверное, у меня, кстати, это стекло пакета, это его подарок. Он вообще... Я поняла, что не до конца, вы только делаете ручку. Нет, ну, вы только врачили, но оружие хорошо. Да. Ну, что, какой объем работы, это сколько денег. А так же, конечно... Вы же понимаете, посуду, ты же не помоешь чисто водой. Ее же обезжирить нужно, а какой нежирный он есть. Полы нужно помыть, панели нужно помыть, окна нужно помыть, кастрюли нужно мыть, коридоры нужно мыть, окна нужно мыть. Вы чего этого вас не туда? Я же вам говорю, мы не финансируемся, мы не можем заказать, купить это все, кто мы просим. Вот, помогите. Помогите. И за счет помогите, и за счет неравнодушных людей, вот так вот мы живем. Понимаете? Вот приходит, говорит, вот, чисто в школе. Да, для того, чтобы было чисто так в школе, извините. Нужно много срежуток. Да. 28-я школа, да? Да. В Петровском районе. Да. Вот, все, кто хочет помочь, все, кто может помочь. Адрес какой у нас? Улица Ревякина, 33, а Донецка, 24. Донецк, да. 24-е почтовое отделение. Кто может помочь, кто реально может помочь, потому что все... Потому что, да... Детки довольные, детки веселые, детки, видно, что за ней... Заботиться, вот, ну, вот, самим вам очень тяжело, вот, действительно, поддерживать вот такое... Мы сами ничего не сможем сделать. Ну, да, да. Вот без такой вот помощи, понимаете? А помощь это... Ведь, понимаете, что такое кухня? Это постоянное движение, да? Продукты, все, все, все... Да. Вот каждый раз пишется три меню. Покажите, видополно, например, вот меню. По возрастам мы пишем. Потом мы пишем общую заявочку, да? И каждый день уходит определенное количество продуктов. Каждый день. Плюс суббота, воскресенье. Это... Эти продукты где-то нужно найти. Я же вам говорю, без копейки денег. И спасибо благотворителям, людям неравнодушным, которые вот постоянно... Но практически вы держитесь только на тех, кто вот неравнодушный... Конечно, я же вам говорю, на конвоях, гуманитарных конвоях... Приходят к вам, да? Приходят, вот если приходят... Крупы, вы говорите, да? Крупы, тушенка, сгущенка, рыбная консерва. Да, это есть. Вот масло растительное, да? Дают. Там масло сливочное давали, да? Раньше этого не было. Это вот только вот последних, вот я не знаю, два месяца, да, Раиса Леонидовна? А так нет. Вот я же говорю, составляю... Посту томатную дают? Да, посту томатную дают. А Россия дала? Россия дала посту томатную. Шесть бутылей по три килограмма. Ну вот, смотрите, вот такая кипа бумаг, да? Ну да. Вот меню, например, на детей 10-13 лет, вот 42 человека у нас, да? Вот меню одно и то же, но разбиваем на 6-10 лет, да? И меню от 13 лет. Потом вот делаем такую вот сводную. Это количество продуктов, которое необходимо, например, на сегодня. Видите, сколько цифр, да? А их же, эти же продукты, их же где-то нужно взять. И плюс к этому, вот мы разработали раскладку хлеба. Ну вот. И сколько у вас денег хлеба? Смотрите, затребовано 50 килограммов хлеба. Прямо того, что благодаря Нелле Владимировне нам через день по 50 в буханах привозят. Ну это 25 килограмм получается. Ну не 25, там же 50 килограмм. Да. И вот смотрите, вот 50 килограммов хлеба. Пожалуйста. Мука 40, соль 1 килограмм, дрожжи 1 килограмм, сахар 3 килограмма, масло растительное 3 килограмма. Вот изготовлено 50 килограммов. Это каждый день. Да, это фактически там даже на неделю не будет тех дрожжей, что мы привезли. Конечно нет. Килограмм день. Ну там сухие, они немножко меньше идут, но все равно. Ну я к тому, что мы девочки через интернет, через хлебопекарные эти комбинаты, вот мы взяли эту раскладку, мы даже этой раскладкой поделились еще с коллегами 17.